Расследование в отношении благотворительного фонда кандидатов президента США Дональда Трампа, начатая прокуратурой Нью-Йорка, сегодня одна из самых обсуждаемых тем в США. В штабе кандидата-республиканца расследование называют политически мотивированным. Прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман, как известный сторонник Хилари Клинтон. За развитием скандала следит мой коллега Евгений Маслов. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Евгений, приветствую. В чем именно обвиняют Дональда Трампа и как на его предвыборной кампании может отразиться это расследование? Да, Тихон, приветствую. Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман, похоже, основательно взялся за Дональда Трампа. Он напрямую заявил, что у него есть опасения полагать, что благотворительный фонд кандидата-республиканца мог быть вовлечен в деятельность сомнительного рода. В частности, генеральная прокуратура намерена удостовериться в том, соблюдает ли фонд законы, регулирующие благотворительную деятельность в штате. А поводом для этих проверок стали сообщения о том, на что тратились деньги. В частности, в 2013 году фонд сделал пожертвование на сумму 25 тысяч долларов генпрокурору Флориды Пэм Бонди, которая намеревалась открыть дело о мошенничестве против университета Дональда Трампа. Бонди и Трамп отрицали связь между выплатой и решением прокуратуры не начинать расследовать. Любопытно также, что, например, фонд Трампа в свое время оплатил покупку двухметрового портрета миллиардера, потратив на это 20 тысяч долларов. Генеральная прокуратура намерена теперь разобраться в достоверности этих и других обвинений. Эрик Шнайдерман, инициировавший расследование, сторонник Хиллари Клинтон. Но политическую мотивированность этого дела он публично категорически отрицает. Если я полицейский, и при этом демократ, а водитель превысил скорость, и он оказался республиканцем, я же должен выписать ему штраф. Очень просто. Благотворительные фонды должны соблюдать законы. Вы не можете выделять деньги на политические компании. Я просто следую правилам, как и в случаях с другими благотворительными фондами. Любопытно, что тот же Эрик Шнайдерман три года назад подавал суд иск против университета Дональда Трампа, подозревая, что там могут иметь место махинации. Это о том, насколько серьезно он настроен. Но отвечая на вопрос, как вся эта история может отразиться на компании Трампа, я бы сказал, все зависит от результатов расследования, поскольку сторонников кандидата республиканца все обвинения в его адрес ни в чем сильно не убеждают. Согласно различным вопросам общественного мнения, Клинтон и Трамп сейчас тут почти вровень. Но если обвинения будут подтверждены и признаны правонарушениями, это уже будет серьезным фактором, может перевесить чашу весов в пользу Хиллари Клинтона. Тихон. Спасибо, мой коллега Евгений Маслов, об очередном, очевидно, не последнем скандале этой непростой предвыборной президентской кампании в США.